МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди многочисленных пар Холмсов и Ватсонов, которых за всю историю мирового кинематографа набралось несколько десятков, сами англичане признают только своих и русских. Виталий Соломин и Василий Ливанов стали для жителей Туманного Альбена стопроцентными англичанами. После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Но черт возьми! Как? Нет, ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек, мой родной брат Майкер Холмса! Вы разыграли меня, Холмс! Когда старший брат Юрий уехал поступать в Москву в театральный институт, Виталию было 11 лет. Вечерами он любил сидеть, положив ноги на горячую печку с книжкой и стаканом сладкого чая. Одним из любимых писателей был, конечно же, Конан Дойл. Кстати, доктор Ватсон представлялся тогда Виталию пузатым и низеньким человеком, никак не похожим на него самого, рослого и подтянутого. С детства Виталий под руководством родителей профессиональных музыкантов занимался музыкой, играл на фортепиано. Когда учился в школе, его интересы были самыми разнообразными. Особенно увлекался математикой, спортом. Причем самыми разными его видами. Игровыми, гимнастикой, акробатикой, боксом, легкой атлетикой. Версия о том, что заставила Виталия ехать в Москву штурмовать Чепкинское училище, две. Первая – подействовал авторитет старшего брата. Вторая – оказал влияние фильм «Судьба человека». Однажды Виталий изобрел на дневной сеанс в кинотеатр, где кроме него оказалось всего только двое зрителей. Нам троим этот фильм оказался очень нужен для решения каких-то жизненно важных вопросов. «И я подумал, что очень здорово заниматься тем, что жизненно важно хотя бы для троих», – вспоминал актер. И Виталий отправился в Москву с напутствием отца. «Все правильно, сын. Падать так с белого коня». Почему именно в Чепкинское училище? Просто мальчик из Читы не знал о существовании каких-то других московских театров, кроме малого. А в малый попадают выпускники Щепкинского. Именно так туда попал брат Юрий. В 59-м году Виталий был принят в училище имени Щепкина в класс народного артиста Советского Союза Николая Александровича Аненкова. На одном курсе с ним учились Олег Даль, Михаил Кононов, Виктор Павлов. Со второго курса Виталия начали приглашать репетировать и играть роли в спектаклях малого театра. Потом были разные периоды в театральной жизни, были перерывы даже по несколько лет. Менялись режиссеры, руководство театра. Спасала работа в кино. 60-е годы принесли младшему Соломину на настоящую популярность. Виталий прославился быстрее своего брата Юрия. Фильмы с его участием вышли раньше, чем «Адитант его превосходительства». Первым фильмом, в котором дебютировал Виталий Соломин в небольшой роли, стала картина «Улица Ньютона. Дом 1». Потом последовали «Председатель» и фильм «Женщины», где актер сыграл главную роль Жени. Картина была прекрасно встречена критиками и имела огромный успех у зрителей. В киноленте «Старшая сестра» Виталий исполнил роль Кирилла. Его партнерами стали замечательный Михаил Ижаров и несравненная Татьяна Доронин. В дальнейшем Виталий часто и успешно снимался. А что ты ему толкуешь? Он же умнее всех. Вот он, я, с большой буквы. Ничего не поделаешь. Человечество в среднем умнеет. По сравнению, например, с X веком, сейчас каждый нормальный человек – гений. А через тысячу лет все будут генией по сравнению с нами. Возносишь, не спровергаешь, философствуешь. Только все кустарно. Кирилл, а что? Обезьяна превратилась в человека, когда научилась различать, на что надо, обращать внимание, на что нет. Виталий Соломин был не из тех, кто мечется по жизни. Раз и навсегда влюбившись в малый театр, с его традициями, атмосферой, наполненной присутствием нескольких великих актерских поколений, он был верен ему и в дни громкого успеха, и в годы затяжного застоя. Малому Соломин изменил лишь однажды. Устав от вечных разногласий с руководством, он на два года ушел в театр имени Моссовета. «Очень быстро я понял, что везде одно и то же. Нет никакого смысла менять свой театр на чужой», – говорил впоследствии Соломин. И когда художественным руководителем Малого театра в 1990 году стал Юрий Мефодьевич Соломин, Виталий Мефодьевич поддался уговорам брата и вернулся на родную сцену, и ни разу не пожалел об этом. Хотя в последние годы новых ролей не было. Свои режиссерские работы он пробивал с трудом, а успешный мюзикл «Свадьба Кричинского», поставленный Виталием Соломиным на сцене филиала Малого театра, руководство долго отказывалось вывозить на гастроли. Но вернемся в 60-е. Наступило время, когда из молодого подающего надежды актера Виталий стал настоящим профессионалом, на которого теперь можно было ставить спектакли. Режиссер Леонид Хефиц так и поступил с несколькими постановками. Где-то даже рискнул, потому что считал, что Виталий не ко всем ролям подходит. Впрочем, Виталий Соломин не ждал годами у моря погоды. Прочитав пьесу Александра Галина «Сирена и Виктория», он увидел в ней частную антрепризу. Режиссер Соломин считал, что антрепризные работы не просто способ зарабатывать. В них артист может реализовать себя в интересных работах, когда актеры выходят на сцену без предварительной репетиции. Что, однако, по его мнению, не мешает зрителям в полной мере воспринимать пьесу. Кроме того, он считал, что антреприза – это то, что нужно зрителю сегодня. Спорить с Виталием Мефодиевичем было бесполезно. Не тот характер. «Каменный цветок» говорил о нем Андрон Кончаловский, снимавший Соломина в Сибириаде. Он считал чуть ли не самым страшным грехом необязательность. Для организаторов театральных гастролей Соломин был настоящим наказанием. Не дай бог, какие-то накладки, задержки с гонораром или что-то подобное. Он мог вообще отказаться выйти на сцену. А уж о дальнейшем сотрудничестве не могло быть и речи. Помимо работы в театре, Виталий Соломин многое играет в кино. Виталий Мефодиевич всю жизнь испытывал чувство огромной благодарности к режиссеру Игорю Масленнику, у которого он сыграл ведущие роли. Самое любимое – это, конечно же, доктор Ватсов. Во время съемок актер познакомился и на всю жизнь подружился с Василием Ливановым. Ну, конечно. Я должен Вас поздравить, Ватсон. Вы сделали, в общем, правильное наблюдение. Вы ошиблись только в знаке. Нужно было поставить плюс, а Вы поставили минус. Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщик. Сыщик. Ну, конечно. Ну, конечно. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Ну, пейте, пейте. Вот так. Конечно. Как я мог не догадаться. Василий Ливанов вспоминал, для меня работать с Виталием было огромным везением и счастьем. Мы познакомились с ним на первой пробе. Я никогда его не видел в театре. Смотрел только по телевидению спектакль «Не все коту Масленица», где он меня поразил, особенно фантастической пластикой. Он двигался божественно. Это был особый дар. Наверное, он мог быть великолепным балетным танцором. Он очень щедро был одарен Господом для своей профессии. И он это не эксплуатировал, а совершенствовал, что тоже очень важно. Оказалось, что мы очень во многом совпадаем. Главное, мы полностью совпадаем в представлении об искусстве. В наших пристрастиях, симпатиях, антипатиях. Это было основой. Особенно для Виталия, который был очень придирчив, избирателен. У нас в картине было сотворчество. Маслеников однажды сказал Ливанову и Соломину. Вы угадали тайный замысел режиссера. Трагическую смерть Виталия Соломина в 2002 году Василий Ливанов переживал очень тяжело. Когда Василию Борисовичу вручали диплом Общества почитателей великого сыщика, как лучшему Шерлоку Холмсу всех времен и народов, вспомнили и о замечательном русском актере, воплотившем образ доктора Ватсона. Ливанов убежден, если бы Виталий Соломин был жив, он тоже получил бы такой диплом, как самый лучший доктор Ватсон. Виталию Соломину настолько ярко удалось показать характер безликого доселе Уотсона, что сейчас даже английские киноведы и литературоведы называют коллегу Холмса на русский манер Ватсон. Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Если с Шерлоком Холмсом Игорь Масленников определился сразу, он с самого начала знал, что его должен играть Василий Ливанов, то поиски доктора Ватсона затянулись на долгие месяцы. Дело в том, что на иллюстрациях разных английских изданий Конан Дойла Холмс выглядел примерно одинаково – худой, узколицей, долговязый. А Ватсон везде разный – толстый и тонкий, рыжий и черный, с бородой, с усами, какой угодно. Из-за того, что повествование идет как бы от лица доктора Ватсона, его внешность в книге никак не была обозначена. В актерском отделе Ленфильма Масленников обнаружил фотографию Виталия Соломина с наглеенными английскими армейскими усами. Ну, просто вылитый Конан Дойл в молодости, решил режиссер. Это порода эдинбургских северных англичан, рыжеватых, курносых, с таким шотландским акцентом. Но на центральном телевидении, по заказу которого снимали первый фильм «Знакомство», не утверждали ни Ливанова, ни Соломин. Они сказали, какой это Холмс, мы знаем Ливанова, он шумный, непредсказуемый, а Ватсон, у него же русская курносая физиономия. Только после пробных съемок, отсмотрев отснятый материал, руководство центрального телевидения утвердило кандидатуру Василия Ливанова Виталия Соломина. У меня есть та же добродетель, что и вашей хозяйки. Я не сую нос в чужие дела. А я люблю совать нос в чужие дела. В первом фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятого по рассказу пестрая лента, Виталий Соломин разрешил сняться своей жене. До этого, по требованию мужа, талантливая актриса Мария Соломина отказывалась от многих очень интересных предложений. Это мой друг и ассистент доктор Ватсон. При нем вы можете быть вполне откровенны. Помогите мне, мистер Холмс. Помогите, иначе я сойду с ума. Самое ужасное, что мне никто не верит. Над моими страхами смеются. Даже мой жених говорит, что это бред нервной женщины. Они познакомились в начале 69-го года, когда оба проходили пробы для фильма Петра Тодоровского «Городской романс». Марию Леонидову тогда утвердили практически сразу. А вот насчет Соломина режиссер долго колебался, поскольку не менее убедительной в этой роли выглядел и другой претендент Евгений Кендинов. Самой Марии хотелось сниматься с Виталием, но режиссер в итоге утвердил все-таки Кендинова. Однако дело было сделано. Они познакомились. И познакомившись, Соломин и Леонидова начали встречаться. Спустя год поженились. Соломин оказался чрезвычайно ревнивым и еще до свадьбы поставил будущей жене ультиматум «Либо я, либо твое творчество». Мария выбрала первое и с тех пор практически перестала сниматься. За всю жизнь снялась лишь пару раз, да и то с мужем. В киноопередце «Сильва» и в первой серии «Шерлока Холмса». Какое-то время она по этому поводу переживала. А потом родилась первая дочь Настя. И все мысли об артистической карьере ушли сами собой. Фильмография актера насчитывает несколько десятков картин. Но самому Виталию Мефодьевичу была особенно дорогая его работа в фильме «Даурия», поскольку действие романа разворачивается в родной для него Сибири. Виталий Соломин также очень любил сниматься в музыкальных картинах, так как с детства любил музыку, любил петь и танцевать. «Красотки, красотки, красотки Капаре!» Вы созданы лишь для развлечения. Изящны, беспечны красотки Капаре. Для вас непонятны любви и мучения. Красотки, красотки, красотки Капаре. Плияют сердца лишь как правее. И обожали папочку сегодня эту завтраку, И каждый день обновляем в войне. Игорь Масленников помимо телесериала о Шерлоке Холмсе приглашал Виталия Соломина и в другие свои картины. Так в 1982 году режиссер предложил Виталию сыграть в экранизации пушкинской повести «Пиковая дама». Большой успех принес Соломину другой фильм Масленникова, впоследствии переросший в сериал. Глубоко драматичная история о метаниях женщины, которая хочет стать женой, но прочно застряла в роли вечной любовницы. И о мужчине, который пытается удержать и семью, и любовь, была невероятно популярна в Советском Союзе. Здравствуй, малыш. Не боишься, вокруг услышат? А пусть завидует. Тебе. И мне? Конечно, такой мужик рядом сидит. Храбрый. Давно ли храбрый? А с сегодняшнего дня? А чего бы это? А надоело все. Что тебе надоело? А все. И я. Ты наоборот. Миллионы женщин втайне были влюблены в героя Виталия Соломина. Самое интересное, что актер меньше всего был похож на своего знаменитого персонажа. Человека слабовольного, нерешительного, склонного к вечным компромиссам. Сам он был решительным, бескомпромиссным. В нем буквально кипели страсти. Принято считать, что если братья или сестры успешны в одной профессии, между ними всегда существует острая конкуренция и зависть. К братьям Соломиным это не относится. Они не всегда соглашались по творческим вопросам. Но зависти между ними никогда не было. Ты настоящий друг. А ты настоящий свинья. Что? Нашел время читать нотации. Черт знает что. Господи, что ты говоришь? А я должен тебя... Кому? Кому ты читаешь? Кому? Кому? Узнику. Черт знает что. Облегчить мне последние минуты расставания. Расставляешь себя. 23 апреля 2002 года Виталий Соломин вышел на сцену в последний раз. Ему сделалось плохо во время первого действия спектакля «Свадьба Кричинского», который Виталий Мефодьевич поставил сам и в котором играл главную роль. Это увидели коллеги, но не увидел зал. Поэтому, когда срочно приехавший в театр Соломин-старший объявил публике, что спектакль продолжаться не может, многие не поверили в серьезной ситуации. Пошли сдавать билеты, начали высказывать обиды за пропавший вечер. А многие еще долго оставались на своих местах, веря, что произошла ошибка, и спектакль будет продолжен. Но ошибки не произошло. Занавес больше не поднялся. Скончался Виталий Мефодьевич 27 мая на 61-м году жизни в клинике Склифосовского от ишемического инсульта. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не выходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон. Бывают актеры, которые очень быстро становятся кумирами миллионов людей. Им подражают, ими восхищаются, их боготворят. А бывают актеры, таких уже единицы, которые для миллионов становятся родными и близкими. Таким был Виталий Мефодьевич Соломин. А на сегодня все. Я желаю вам приятного просмотра. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!